друзья здравствуйте и сегодня наверное хотелось поговорить о башмаках орхидеи по фиопедиуму ну расскажем здесь также и о фрагмипедиумах также башмаков тоже немного красивый башмачок с красивой листвой это у нас поставщик германия тут у нас по фиопедиуму содержится он в глиняном горшке вот субстрат здесь смесь мелкой коры архиаты потом перлита мха ну и возможно там еще внутри камушки уже не помню давно цветет свел много раз каждый раз у нас тут одна розеточка отцветает за это время он выращивает деток и уже детки будут свести материнская розетка отмирает где-то через два года ну вот такой кустик у меня на рост где-то за года ты покупался он буквально было две розетки здесь у нас тоже бафе педиуму у него сложное название но очень похож на белотулу относятся к браховым то есть которые имеют такую красивую листву не идут кальцифиты то есть именно подкормка кальцием здесь башмачок делинати это взрослое растение вот он такой не имеет ни крупные розетками имеет длинный цветонос здесь у нас башмак мэджик лентер имеет розовые цветы на картинке покажу здесь у нас крутой башмак с которыми никак не получается его растить у нас башмак ангениану вот такой башмак ну вот это взрослая розетка которая все никак не толком корня не дает дает кучу деток надеюсь что когда-то он у меня уже семь лет поэтому кто хочет такие башмаки брать я я бы не советовала так здесь у нас башмаки такими змеиными листьями глория на угле не подписаны надо подписать нет подписано есть море она угли то взрослая розетка уже таких вот два красивых но я думаю что уже скоро будет даже цвести может даже в этом году этот башмак тоже интересно здесь имеет название фанатику малия пенсена микрантум этот башмак все башмаки которые имеют в родителях либо это чистый микрантум либо в родителях есть прямой микрантум что он делает почему он сидит в сетке это единственный башмак который сидит в сетке вот сейчас покажу мне пришлось его пересадить вот видите детки откуда вылазит и он обрастает шариком поэтому вот эти башмаки в горшках содержать либо это должны быть ложки горшки очень плоские и широкие ну такого кашка не ждет пришлось садить в сетке это две детки даже еще вот одна есть детка вот так вот он растет у меня цвет тоже покажу цветение следующий у нас башмак идет вот такой филипп принц эдвард лёртук имеет такое цветение у него как можно видеть более светлые листья пока он еще маленький ему куда два доцветения потому что взрослый эдвард йорк есть его рубаря брат сравним вот огромнейшее растение у него вот так вот вылазит цветонос вот это стоп лист вот это уже идет бутон вот в таком состоянии он уже сидит восемь месяцев очень такой тугодумный можно видеть размах у него розетки это метр двадцать и если сравнить поставить рядом этот эдвард лёрк можно увидеть что ему еще года два доцветения вот это на заднем плане огромный это фраг фрагмипедиум тоже бирочка у нас есть фрагмипедиум мемори дик климент на бисе имеет вот такой цвет сейчас он в стадии уже доращивать последний бутончик да а нет еще даже будет вот такие цветочки но сейчас не эффектно не смотрится потому что основные когда розетка ветвица цветонос он имеет много цветов сейчас это просто грубо говоря палка полтора метра цветет с каждой розетки легко дает деток ну вообще очень классный фраг есть у меня еще фраг один личный но тоже видите сушит листики кстати листья сушат фраги при вот это не страшно это не болезнь это происходит от того что очень жарко и не хватает влажности и вот они так сушат листья со временем я вот так их обрезаю ничего страшного в этом нету ну температуру я исправить не могу вот у этого тоже самое но можно видеть что уже растут свеженькие зелененькие и вот казалось когда она внутри сидела была черная я не трогала в итоге похолодало и стал вылез листик так климатизационный такой фраг ковачи наши линии ну наверно по башмакам обзор все немного их ну наверно добавлю по уходу как видите вот мох но они сидят не в чистом мхе здесь тоже кора смесь коры камушков всех оно посажено и мук сверху чтобы поддерживать влажность корней когда башмак уже большой но этого не требуется маленьких вот я тоже это делаю иногда можно просто заложить камушками сверху содержание можно содержать в глиняных горшках можно в пластиковых поддерживать их во влажном состоянии но тоже не замачивать горшки ни в коем случае вот поддончик налили немножко воды желательно можно пролить субстрат по краю проливаем пролили сантиметр воды есть если через часа два вода не впиталась просто и сливаем с поддончика и он стоит дальше хотя даже можно иногда оставлять поддончик и воду в этом тапке потому что когда наращивается корни у башмачков субстрат надо поддерживать влажную спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! zoom 04